Чего следует ожидать, поскольку мы имеем дело с законченными фистами, которые, в принципе, являются такими пердолобными последователями Красной Армии, они будут делать все то, что любила делать Красная Армия, а именно приурочивать любые крупные наступления к красным датам календаря. Помнишь, что они что-то говорили? Да, да, по глобусу. И собственный анализ, и общение с бойцами, которые рассказывают о том, например, «Тактика малых групп». Вот есть у меня такая книга «Тактика малых групп». Это пособие, выданное было американским автором, и оно содержит в себе установки натовские. То есть это разработка местная, Пентагона из стран НАТО. Очень, кстати, классное пособие, его многим рекомендую. Это называется «Тактика малых групп». Можете ее забить. Книга, которая детально описывает, каким образом необходимо проводить штурмовые действия в городах, населенных пунктах, так называемое urban warfare, то есть сражение в черте городского города. Так вот, наш противник активно перенимал опыт успешной украинской армии, которая штурмовала именно таким образом населенные пункты и брала малыми группами. Например, Харьковское наступление проводилось. Для твоего понимания, например, подразделения штурмовые могли состоять из 40 человек, а брали они позиции, на которых находилось 200 или даже 300 российских военнослужащих. Причем брали с минимальными потерями. Ну, например, там количество погибших могло быть из 40 нападавших наших, да, там 1-2, ну и там до 10-300, то есть раненых, да. А российская сторона не стала катастрофической потерей. Почему? Потому что вот эта тактика разрозненными группами, да, смотри, одна группа отвлекает, идет обстрел, особенно в ночное время, с одного фланга, в это время идет атака со второго фланга, пока противник занят, и он пытается ночью понять, кто его атакует, какими силами, а ночью понять даже при наличии тепловизора очень сложно. Плюс добавляется эффект панки. А в это время с тыла его атакует третья и четвертая группа малыми группами, которые заходят от 4 до там 10 человек, и все, и позиция потерян. То есть они в панике начинают отступать. Они это используют сейчас, активно перенимали во время ходе городских боев в Солидаре. Это то, что мне сказали бойцы 77-46 бригад ДШВ, десанто-штурмовых, с которыми я общался, как раз-таки вот в районе Солидара. То есть тактика мобильная группа у нас в паблике это называется? Ну, скажем, да. Как раз в последние дни я находился там со своими попротивами. Я только вернулся, вот как раз, только сегодня, как раз между Бахмотом и Солидаром. Там, потом я расскажу, как бы ситуация какая там, какие городские бои идут. Так вот, все-таки вернемся, чтобы не отвлекаться. Они готовят несколько наступлений, это очевидно. Из них может быть одно или два основные. Я не исключаю того, что они попытаются нанести удар даже на двух участках фронта, а остальные будут отвлекающие. Ну, вполне очевидно, что сейчас наиболее попадающим в категорию отвлекающего выглядит наступление, так называемое, с территории Беларуси. Все признаки свидетельствуют о том, что никакого наступления там не будет, они просто отвлекают наши бригады, которые мы вынуждены держать на севере для того, чтобы сдержать возможное вторжение, повторное с территории Республики Беларуси. Вот это как раз-таки классический сценарий вот этого distraction, то есть отвлечения внимания. Поэтому есть большая вероятность того, что они будут готовить несколько наступлений, включая фальшивые и настоящие, и они пройдут. Либо это будет конец января месяца, это маловероятно, я бы более говорил реалистично. Это приблизительно, ну вот, первая декада, то есть там первые 10 дней, или середина месяца февраля. То есть к тому, чтобы, поскольку наступление развивается обычно две недели, им как раз они могут рассчитывать на наступление первой декады, то есть с 1 по 10 февраля, с тем, чтобы в течение двух недель наступления достичь какого-то лета и выйти на эту самую для них сакральную дату 24 февраля. Вот так это выглядит. Какие сейчас наиболее опасные участки фронта? Это анализ, еще раз повторю, он строится исключительно на открытых источниках, так называемой АСИНСКО. Я не разрешаю никаких военных тайн. Это информация, которую неоднократно озвучивали аналитики Института изучения войны, Королевского института. Ссылайся на них конкретно. Ссылайся прямо на них, чтобы не было проблем. Институт изучения войны США, Королевский институт военных исследований Руси, так называемый, исследовательские группы, работающие по открытым источникам, АСИНСКО, как российские, так и зарубежные. И ведущее издание, которое эту ситуацию анализирует, в частности, об этом писало издание Guardian, об этом писала история New York Times. То, что я видел, значит, выглядит ситуацией следующим образом. Наиболее опасное направление наступления, это, безусловно, Запорожье-Днепр. И, кстати, с этим может быть связан обстрел Днепра. Вот здесь так вот проведем даже такую вот связь. Попытка пристрелки, не просто пристрелки, это не случайно. Была проверка ПВО, в частности, в Днепропетровской области и в самом городе Днепре. То есть этот обстрел совершенно был не случайный. Вот эта трагедия, которая произошла, о которой мы говорим все последние дни, я очередной раз хочу принести искреннее соболезнование всем родственникам погибших. Эта трагедия выделяется даже на фоне всего происходящего ужаса за последние 11 месяцев. Она стоит особняком. Ну и ты, в принципе, об этом много говорил. Ну, я говорил, да, да. С частями. Да, поэтому... Они хотят этим вот внести вот этот испуг, оцепенение такое, вот это направление. Если ты говоришь, они видят как перспективное, им нужно показать, что мы вообще вас все сравняем с землей. Вот для чего? Абсолютно, абсолютно. То есть реализация такого, знаешь, типа сценария, как бы, как с Мариуполем. Если что, готовьтесь к тому, если будете сопротивляться, мы вас сравняем как Мариуполь. Именно это они, кстати, делали. Они обстреливали, бомбили, там были и авиабомбы, и обстрел с вольной артиллерии, зенитной, в том числе и реактивной. То есть они реально уничтожили город Мариуполь. Поэтому это можно рассматривать как пристрелку. Днепр — это первое направление. Второе — это Харьков, Харьковская область, и особенно станции Купенск. Почему? Поскольку узловая станция, она для них критически важна. Отсюда вот и, кстати, информация, о которой говорили представители Совета национальной безопасности США, о том, что будет наступление на Луганскую область. Я бы сказал, из Луганской области, поскольку вот именно там она и граничит. То есть наступление с Луганской области в направлении Купенска. Третье направление — это направление Северск, Бахмут, город Краматорск. То, где сейчас они пытаются развивать наступление после ожесточенной битвы, которая, кстати, продолжается сегодня в Солидарии. Мы это понимаем, да. Я находился сегодня где-то на расстоянии, ну, там, около трех, возможно, максимум до четырех километров от Солидара. Вот, кстати, видео выставил. Но это на окраине Солидара идут бои, да? На окраине Солидар. Мы видим под пабликом. Смотри, там работает наша артиллерия, причем очень активно. Вот сколько мы находились, ну, много часов мы сегодня находились там, как раз в районе населенного пункта, между еще раз, Бахмут и Солидар. Наша ствольная артиллерия реактивно работает каждую минуту. Вот не проходят минуты, понимаешь, просто идут выходы, 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 постоянные. А потом началась стрелкотня, то есть мы отчетливо слышали выстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Причем они так доносятся очень явственно. Там просто долина, получается, и звук очень хорошо идет. Плюс сегодня была ясная погода, ничто не мешало, и просто слышно. И когда я видел, наши подразделения выходили, заходили на бронетехники активно, да, вот, я успел пообщаться как раз-таки с бойцами наших десантных бригад, которые там находятся. Они как раз сказали о том, что там идут ожесточенные, в том числе, стрелковые бои. То есть история с Солидаром вообще не закончена даже близко. Все эти рассказы не о том, что они его взяли уже, и все это вообще... Я вот живой свидетель сегодня, все это слышал, слышал вот своими ушами. Плюс попали сегодня куда-то очень сильно по какому-то объекту, возможно, базе топливной, поскольку поднялся огромный такой столб дыма, просто реально там заволокло реально половину неба. Я имею в виду, попали очень хорошо по Солидару. Скорее всего, какой-то склад горюче-смазочных материалов. Вот так вот, потому что так бабахнуло их было, и потом просто повалил дым такой конкретный. Вот, то есть наши спали. Ну и вот как бы вот это третье направление. Ну и четвертое направление, которое они могут развивать, это попытка вернуться опять на правый берег Херсонской области. Как это не смешно звучит. Там есть пологий берег в восточной части. Это как раз-таки восточная часть Херсонской области. И они вполне возможно могут планировать проведение, как это не смешно звучит, десантной операции. Ну, с помощью... В том числе высадка на лодках и тому подобное. И есть все признаки накапливания сейчас ими личного состава. Соседней Белгородской области, оккупированные районы Луганской области, то, что мы видим. И оккупированные части Зарожской. Но, еще раз повторю, обозначенные направления не значит, что они все будут основными. Какие-то могут быть отвлекающими, а какие-то могут быть... Я не говорю, что так и будет. Еще раз, я вас говорю очень осторожно. Могут. Есть признаки подготовки накопления сил. Это не надо воспринимать, что непременно вот на Запорожье будет основное наступление. Его может не быть, а может быть, в принципе, просто, еще раз повторю, попытка отвлечения внимания. А основной удар будет наноситься. Но вот эти направления на сегодняшний день, по сцене на... Восемнадцатое, да, что не восемнадцатое? Восемнадцатое, да, восемнадцатое. Они выглядят как наиболее опасные с точки зрения. Теперь готовность их. Я тебе скажу, вот общение с нашими бойцами, они просто заваливают трупами. Вот то, что я сегодня пообщался с нашими десантниками, и мне сказали об этом несколько человек. Опять же, меня там кто-то попытался обвинить в том, что я подал неверную информацию о том, что якобы Вагнера воюют без брони. Я перепроверил специально сегодня вот у живых участников бою. У живых, которые вышли из боя. Кого тут только не обвиняют в таком, я тебе скажу. Ну вот, я тебе скажу, опять же, мне рассказали об этом несколько человек, которые, это факт-чекинг, они все подтвердили, что воюют. Не все, не все, я не утверждаю, не все, но отдельные группы Вагнеров воюют действительно без бронежилетов, без брони, без касок воюют. Почему? Ну ты говорил, больше можно унести с собой. Больше БК, все, это вопрос веса. Понимаешь, твоя мобильность в городской застройке, это вопрос выживания. Просто, чтобы, да, плюс, давай, не забывать, БК служит дополнительной защитой. То есть, не просто же разгрузку так вешают на бронике. Конечно. Она висит, это дополнительная защита, в частности, от взрывов. Вот, противник применяет активно минометы, танки стреляют, кстати, танки постоянно там сейчас, такая карусель, они просто крутятся, я говорю о противнике. Вот, и активно пытаются по-прежнему отбывать, они пытаются штурмовать, пытаются взять в кольцо Бахмут неудачно, неудачно. Отходили, очень активно работают наши подразделения, в том числе пограничники, кстати, очень хорошо им надо сказать респект, кроме десантуры нашей. Вот, пограничники очень хорошо отработали, кстати. Ну, ССО, да, которые заходят, тоже работают. Я тоже сегодня поуспел пообщаться с ССОшниками нашими, которые как раз-таки, ну, они заходят как посменно, да, зашли, несколько часов работали, вышли, потом как бы их сменяют, их товарищи. Поэтому они заваливают телами, возвращаюсь. То есть, пруд, вот они как сказали, буквально цитирую, как тараканы, сказал десант. Это делает только ЧВК Вагнера, или это и регулярные части делают? Это касается обо всех. Обо всех. Ну, то есть, это мобилизованный, просто мы хотим, почему я тебя уточняю, нас смотрят россияне, нас смотрят потенциально мобилизованные, их родственники уже мобилизованы, чтобы они понимали, как, какой выход. Выход мешок, понимаешь? То есть, они-то думают, что тут как-то чего-то, ну, вперед зэков пошлют ЧВКшников, а мы тут как бы на их плечах. Но это так и бывает. Субтитры сделал DimaTorzok